Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Озвучим вопросы и ответы, которые давал я во время преподавания Слова Божие в университетах, школах, техникумах. Вопрос 341, первый том открытым оком книга. Исайя 55 глава. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко. Как понять, покупайте без серебра? Ответ. Все, без чего невозможно человеку жить, самое ценное дается даром. Воздух, ласка друзей, солнечный свет, земля. Умели бы этим правильно пользоваться, и многого богатства было бы не надо. Для души Бог дает несравненно больше, чем для тела. Даром. Голговская жертва креста. Даром дает Духа Святого. И даже более того, посредникам своим говорит. От Матфея. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. А если кто-то покусится извлекать из того прибыль, купить за деньги таинство, то ему грозит смерть, как Анания и Сапфири. Этот грех сурово карается в церкви Христовой, как грех Симонии. Поставление в священный чин за деньги. Симон. Волх. Покупать ничего не нужно, потому что явно речь идет не о деньгах. Покупайте без серебра и без платы. Но Бог дает свои дары для души, не за серебро, а требует равной платы духовной. Римлянам. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И за свою любовь Бог умоляет, требует равной платы любви, ибо Он Сам есть любовь. Иван, Глядмарка. И Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь Единый. И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душой Твоею, и всем разумением Твоим, и всей крепостью Твоею. Вот первая заповедь. Вот первая заповедь. И дальше. Атеана. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Каждый раз, когда я гляжу на ценники в храме, мне стыдно и страшно. Я проповедую Слово Божие 40 лет. Бесплатно. Всюду, везде, и в храме. И представляю себе картину, как я после проповеди с шапкой пошел по кругу. Смешно. Когда говорится, идите к водам, то речь идет о Духе Святом. Даже не о таинствах, а о живой проповеди о реках воды живой. Атеана. Кто верует в Меня, о того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть не было распят. Вопрос 342, Первый том открытым оком, Бытие. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, Вот я, Иаков, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Нет ли здесь противоречия? Ответ. Искушение, испытание бывает двух родов. От Бога, это болезни и гонения, а остальные от человеческих вожделений или от лукавого. Первое, для прославления Бога, второе, для пославления человека. Искушение Авраама, события из ряда вон выходящие, непонятное и страшное. Авраам был избран Богом и становился отцом, родоначальником всех верующих в Егову. Римлянам, Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Больше никогда за всю историю человечества Бог никого так не искушал, тем более испытание было лишь в самом намерении, а не в исполнении, иначе бы это было зло, а Бог никого не искушает злом. Дьявол многократно искушал соблазненных им язычников и еретиков подобным и доводил дело до убийства. Вопрос 343, Первый о том, открытым оком. Как Вы относитесь к 12-томной толковой Библии, изданной под редакцией Лопухина? Ответ. Огромный труд, изданный ныне в трех томах. Я делал несколько попыток пользоваться ею, и ничего путного из этого не вышло. Пока не встретил ни одного человека, который считал бы ее и применял в жизни и в проповеди. Это издание для горманов и сиборитов, для книжных червей, а не для благовестия. Изданная как бы для всех и ни для кого. Для новоначальных и опытных христиан ничего лучше за 40 лет я не нашел, как толкование Блажина Фефилакта, архиепископа Болгарского, который за основу брал толкование Иоанна Златолуста. Второй коринфянам. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Премудрая Соломона. «Любите справедливость, судьи земли, право мыслить о Господе, и в простоте сердца ищите Его». Вопрос 344. Первый том открытым оком. «Какова причина того, что тогдашние книжники и фарисеи, обладая Писанием и пророками, не захотели узнать в Иисусе из Назарета истинного Бога и Спасителя? Не по той ли причине теперешние книжники и фарисеи не принимают живое евангельское слово и вообще противятся духу от Евангелия?» Ответ от Иоанна. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Деяние. «Которого исполнения надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь». Христос назвал главную причину, и она состоит из двух пунктов. Почему люди заблуждаются? Это всегда по любому вопросу. От Матфея. «Иисус сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не знай Писаний, не силы Божией». Знать Писание – это не то, чтобы как у сектантов, запомнить, где находится глава и стих. И именно так и знали иудеи. Таким знатоком Иоанн Златоуц говорит, «Ты не показывай мне, что написано, а дай смысл написанного». А вот этого-то иудеи не знали. А они запутали народ, как наши священники, уставным богослужением, требами, мощами. То, что должно стоять на первом месте, исследование Писания, исчезло. Вся Библия от первой до последней строчки вещает об Иисусе, об искупителе и победителе. «Бытие. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Откровение. «Свидетельствующий сие говорит, «Ей, гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Тогдашним знатокам Ветхого Завета Господь сказал, «Атеана, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Выходит, что они не знали Писание, как должно, и не исследовали Слово Божие, как должно. Но головы людей забивали преданиями старцев, пустынников, юродивых, преподобных и бесподобных. «Исайя». «И стало у них Словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Это уже конкретно и точно про православных. Христос постоянно спрашивал. «Разве вы не читали?» Православные тоже такие слова могут услышать. Дальше. «Но они только скрижетали зубами и подыскивались под него, и постоянно ссылались на Моисея, на каноны. И Христос открыл им страшную истину, как реально выглядит суть жизни». «Матфея, горе вам, книжники и фалисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Православная архиерея, начиная с патриарха до последнего церковного служки, не любит Писание и не обращается к нему за ответом. Иной раз слушаешь получасовую речь иерарха по радио-то и не сможешь понять, христианин это или магометанин. Продолжение следует...